Летние футболки, кепки, мороженое и прогулки у пруда. Если бы не школьная форма, то сложно было бы догадаться, что сегодня на календаре 1 сентября. И кажется, что многие чатинцы еще не поняли, что осень, вот она, уже здесь. Верите ли в то, что пришла осень? Пока нет. Вот сегодня нет. Сегодня, я думаю, что лето. Да, не верится. Все как-то, как вчера было. Да нет пока еще. Утром только холодно. А вообще уже готовите зимние вещи, какие-то осенние вещи? Пока еще нет. Пока наслаждаемся последними теплыми деньгами. Сейчас идем обсуждаем, что сегодня 27 градусов, обещают. Как бы обычно на 1 сентября. Ну так, прохладненько, чувствуется уже, что осень. А какая, думаете, будет осень в этом году? А мне кажется, лето сдвинулось, будет тепло. Мы готовимся в этой грядке, просматриваем, про полку окончательно, картошку подкапываем уже. Урожай хороший в этом году? Ну, конечно, влажность была хорошая. Замечательное лето было. Ту погоду, которая сейчас так радует четинцев, в народе называют бабьим летом. Такое потепление, уверяют синоптики, как раз характерно для Забайкалья в конце августа-начале сентября. Обычно бабье лето приходит в наш регион дважды. И первая его часть подойдет к концу уже 3 сентября. Температурный фон у нас резко понизится и будет преобладать по всей территории края, вот за исключением южных и юго-восточных районов, в пределах 13-18 градусов. Но такое похолодание, оно будет кратковременным. С 5-го числа температура вновь повысится, погода будет умеренно теплой, температуры будут дневные преобладать в пределах 19-24 градусов тепла. После трехдневного потепления почти во все районы Забайкалья придет настоящая осень. Уже с 7 сентября по северным районам ожидаются морозы. Вернется бабье лето ненадолго, лишь в середине месяца. В целом удивлять погодными явлениями осень пока не планирует. Температура и осадки останутся в климатической норме.